Здравствуйте! С вами Елена Малахова. Сегодня мы находимся в гостях у руководителя клиники нейроэндокринологии Слонимского Бориса Юрьевича, врача-эндокринолога, доктора медицинских наук. Борис Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Тема сегодняшней передачи – нарушение полового развития у детей. Борис Юрьевич, скажите, пожалуйста, насколько актуальна эта проблема в вашей клинической практике? На самом деле, это большая проблема не только в моей клинической практике, но и в стране в целом. И основу наблюдения за такими детьми, положенной еще примерно лет 80 назад, значит, такой темой усиленно всегда занимался институт эндокринологии. Но дело в том, что половая патология в целом и нарушение половой патологии у детей было темой, которая была загнана в угол и старалась не обсуждаться ни на официальных уровнях, ни в медицинской среде. Тем не менее, пациенты такие были, и так или иначе им нужно помогать, в связи с чем были, соответственно, и до сих пор остались еще старые профессора, им, кстати, много лет, у которых появились ученики, продолжатели их дела. Вот в том числе я занимаюсь, продолжаю дело своего учителя, профессора Козлова Геннадия Ильича. Борис Юрьевич, скажите, пожалуйста, когда можно заподозрить нарушение полового развития детей именно в вашей эндокринологической практике? На самом деле сделать это достаточно просто. Наблюдательные родители обращают внимание, что у детей отмечается либо задержка их физического развития, задержка роста, либо наоборот, бурный рост в ранние детские годы, когда они по росту и весу обгоняют сверстников. Часто с такими проблемами они обращаются к педиатрам и урологам, но, к сожалению, во многих случаях те избирают нерешительную тактику и предлагают им прийти через полгода, через год. Иногда этот процесс затягивается таким образом, что вот этому ребенку уже 15, 16, 17 лет, и тогда бесполезно уже обратно приходить вот этим врачам. Они говорят, дети выросли, теперь обращайтесь в заразовую поликлинику, а проблема, к сожалению, у них осталась. И проблема это и нарушение полового развития, и сочетание ее с общесоматическими заболеваниями. У них к этому моменту формируется уже ожирение, возможно, какие-то нарушения работы сердца и мозговой активности. Поэтому обеспокоенные родители, увидев, что им не помогают обычные доктора, начинают искать другие пути. Таким образом находят людей, которые реально выявляют эти заболевания и стараются им, таким детям помочь. На что нужно обращать родителям, чтобы они понимали, что с их ребенком что-то не так? Нужно обратиться к специалисту по-хорошему бы, да? Дети растут, и постепенно, значит, они самостоятельно начинают принимать ванну, и так оказывается часто на приеме, что, допустим, родители не подозревают о размерах половых органов. Это, правда, может выявить детский уролог. Кто-то из родителей, значит, ну, на пляже, по крайней мере, видит в плавках ребенка и понимает, что, допустим, у мальчика недоразвитие половых органов, тогда пытаются каким-то образом и выяснить, если уролог грамотный или это грамотный эндокринолог, он понимает, что видит, что размеры яичков уменьшены, они и визуальные, и пульпаторные, и что подтверждается на ультразвуке. Гормональные значения половых гормонов отклонены от нормы, и тогда начинается лечение. К сожалению, так бывает не всегда. Предлагая родителям подождать до подросткового возраста, родители, кто-то вспоминает, папа или мама, что они сами были с избыточным весом, допустим, да, а потом резко произошел скачок, часто это бывают упущенные такие случаи. Это если взять мальчиков. У девочек ситуация бывает другая. Бывают случаи, когда в силу бурного развития жировой ткани девочка в раннем уже таком возрасте, в 9, 10, 11 лет, у нее приходят и уже регулярно начинают идти менструации, либо наоборот, девочка дорастает до 14-15 лет, менструации так и не приходят. Но родители особо не переживают по этому поводу, потому что часто это бывает генетическая семейная проблема, и они вспоминают, что в принципе у них тоже месячные начались поздно, еще у соседей они тоже поздно начались. Кто-то из беспокойных родственников, понимая, что уже что-то не так, вот такую девочку приходит на прием, естественно, чаще всего есть некие гормональные отклонения, которые препятствуют как развитию яичников, так и процессу овуляции у таких девочек. Приходится вмешиваться в этой ситуации эндокринологу. В свою очередь мне, как врачу-сексологу, хочется осветить, что такое норма для психосексуального развития детей, чтобы родители знали, на что нужно обращать внимание и вести ребенка к специалисту, а что совершенно нормально и естественно для данного этапа созревания ребенка. Мы условно выделяем несколько этапов в психосексуальном развитии детей. Первый – от 1 года до 7 лет, когда формируется половое самосознание ребенка. Что я имею в виду? Дети, как правило, к 3 годам уже знают ответ на вопрос «Кто я? Мальчик или девочка?». К 4 годам дети уже умеют различать пол окружающих их детей, знают, что, например, это точно девочка, с которой я дружу, а вот, например, тот мальчик в детском саде, ну уж точно мальчик. К 6-7 годам ребенок уже, как правило, окончательно осознает необратимость своего пола. Что мы на этом этапе психосексуального развития ребенка можем замечать? Через любопытство, через познавательную деятельность, выраженную в игровой форме, ребенок накапливает знания о строении половых органов, о механизме деторождения. Делает он это в игровой деятельности либо при расспросе взрослых или своих сверстников. Поэтому родителям не нужно пугаться, если они видят, что их ребенок рассматривает свои половые органы. Делает он это не сексуальной целью, а им движет познавательная роль. Он хочет узнать, что же это такое, кто я, мальчик или девочка. То есть это совершенно естественный нормальный процесс. Уже на первом этапе есть различия в психосексуальном развитии, в нормальном психосексуальном развитии мальчика и девочки. Это характер игр. Для девочек это эмоционально-экспрессивный, то есть девочка берет куклу, пытается ее укачать, понянчиться с ней, повозить ее в коляске. У мальчика же это предметно-инструментально, он строит из кубиков сложные схемы, играет в машинки, занимается с трансформерами. Следующий этап начинается с момента поступления ребенка в школу и заканчивается началом подросткового периода. Условно мы берем возраст от 7 до 13 лет. В этот период взрослые целенаправленно формируют ожидаемые качества характера у детей. То есть мальчика поощряют, когда он ведет себя как мальчик и подчеркивают, что он должен быть решительным, смелым, целеустремленным, мужественным. Девочку поощряют, когда она себя ведет как девочка, женственная, мягкая, застенчивая. Именно в этот период ребенок становится особенно привязан к родителю своего пола. С ним устанавливается доверительный интимный контакт душевный. И что важно в этом периоде, чтобы родители эмоционально поддерживали своего ребенка, заботились о нем, уделяли ему внимание, играли с ним. Следующий этап с 13 до 16 лет. Этап подросткового становления является самым ярким для психосексуального развития подростка, потому что в этот период происходит мощная перестройка как всего организма ребенка, так и его психики. Постепенно он из ребенка превращается в взрослого. Для многих подростков этот процесс является болезненным. И здесь появляется второе различие между мальчиками и девочками. У мальчиков подростковый период может начинаться от 10 до 12 лет, у девочек уже начинается пасть дни. Это 13 и 14 лет. Началом подросткового периода у девочек являются менструации, у мальчиков полюция. Это ночные семяизвержения. Борис Юрьевич, скажите, стоит ли волноваться по поводу гинекомастии, увеличения грудных желез у мальчиков и преждевременного развития молочных желез у девочек? Что Вы скажете, исходя из своей клинической практики? Это хороший вопрос. Часто родители замечают, если это девочка, что раньше времени начала развиваться грудь, по поводу мальчиков волнуется гораздо больше и волнуется часто даже папа, а не мамы. Бывают и ситуации еще с неравномерной гинекомастией, то есть одна грудь больше другой или изолированное увеличение одной груди. В медицинской литературе считается это более односторонняя гинекомастия, более сомнительно таким опасным вариантом, что это не настоящая гинекомастия, а гинекомастия под воздействием какого-то гормонального сдвига, допустим, заболевания щитовидной железы. Поэтому в этой ситуации, конечно, нужно проверять и выявлять норму или нарушение гормонов яичников, надпочников, щитовидной железы и гипофиза. У девочек это просто будет характеризовать более ее раннее развитие половое. Что касается мальчиков ни младшего, ни среднего возраста, ни подростков, ни тем более взрослых, гинекомастия для мужчин в норме, в принципе, не характерна. Одна ситуация – это когда избыток жировой ткани, и тогда по мере снижения веса, если они обратились к эндокринологу, то и жировая ткань из грудных желез уйдет. Это так называемая ложная гинекомастия. Хуже, когда при ультразвуковом исследовании выявляется истинная гинекомастия, то есть настоящая железистая ткань. Наблюдается ситуация часто при ожирении, допустим, и даже у таких детей повышается уровень пролактина, который естественным образом стимулирует ацинусы молочной железы. И часто удается при снижении веса, при восстановлении работы яичек, при снижении уровня пролактина происходит инволюция этой ткани. Если же этого не происходит через несколько месяцев или полгода, речь идет, конечно, об хирургическом лечении, потому что дальше, если такая железистая ткань останется и мальчик войдет во взрослую жизнь, на фоне высокого уровня мужского полового гормона тестостерона, эти клетки подвержены озлокачествению, то есть, может, такие клетки малигнизируются. Именно поэтому у мальчиков явление гинекомастии требует обязательной помощи. Борис Юрьевич, Вы затронули проблему ожирения детей, насколько я поняла также. А насколько это актуально вообще, ожирение и дети? Это хороший вопрос. И долгое время так было устроено в нашей стране. Может быть, сказались годы голода, может быть, кто-то прошел, так сказать, бабушки прошли Вторую мировую войну и считалось, что чем лучше и вкуснее и больше они накормят внука или внучку, чем здоровее он будет. И было такое представление, что вот родился крупный ребенок, значит, будет богатырь Илья Муровец. Это абсолютно не соответствовало и не соответствует медицинским знаниям. И ребенок, который крупным родился, и тем более, что если мама грудное вскармливание было небольшой период, то есть, он на искусственном вскармливании, скорее всего, такой ребенок уже и в детском, и в подростковом возрасте имеет избыточный вес и входит во взрослую жизнь уже с ожирением. Так вот, если взять проблему ожирение, то детское ожирение является частью проблемы этой эпидемии в целом, и она даже признана Семейной организацией здравоохранения как такая неинфекционная эпидемия. По разным оценкам, если врать население земного шара в целом, где-то от 30 до 60 процентов городского населения страдают избыточным весом или ожирением. Что касается детей непосредственно, значит, почему это так важно не только для полового развития, но и для общесоматической тематики в целом? Раньше считались, еще 30 лет назад, что только у 3 процентов детей с избыточной массой тела может развиваться в последующем сахарный диабет по такому же типу, как он развивается у взрослых. Но прошли исследования очень серьезные, которые продолжались около 20 лет. И на сегодняшний день, подведя итогом этих исследований, стало понятно, что не 3, а 30 процентов детей, которые имели избыточную массу тела в детские годы, это является тем плацбармом, на фоне которого развивается сахарный диабет. И поэтому для предотвращения развития сахарного диабета, а тоже сейчас произошел гигантский скачок в мире. На сегодняшний день, по официальным данным в мире, это порядка 370 миллионов. По российским данным, в регистре сахарного диабета официально содержится примерно 4 миллиона человек, но по оценкам экспертов, на самом деле, эту цифру надо утраивать. То есть, включая скрытый диабет, это 12 миллионов человек. Это очень большая цифра. И взрослые, и, соответственно, дети раньше инвалидизируются, у них раньше наступают изменения сердечно-сосудистой системы мозга, получают инвалидность. И поэтому, если мы увидели избыточную массу тела ожирения в раннем возрасте и есть возможность на это воздействовать, этим необходимо заниматься, а не пытаться думать, что это как-то пройдет само собой. Действительно очень тревожные данные, которые показывают важность этой проблемы и ее актуальность. Соотношение роста и полового созревания связано непосредственно. Очень часто мы наблюдаем, что при задержке полового развития, при низком уровне половых гормонов, это может протекать двояко. С одной стороны, при низком уровне половых гормонов зоны роста костей, трубчатых костей, долго остаются открытыми, и такой ребенок может долго тянуться вверх, он будет таким долговязым. И вот это один из вариантов. Другой вариант, это поскольку половые стероиды обладают анаболическим действием, и при их остром дефиците, наоборот, роста в высоту не происходит, и такие дети долгое время остаются маленькими, но у них, соответственно, и маленький рост, и маленький вес, и они в значительной степени отстают от своего биологического возраста. И в том и в другом случае родители, к сожалению, прежде всего думают о гормонии роста. Детей, которым требуется лечение гормонов роста, крайне мало. Их можно посчитать, там, в популяции, которым постоянно такое требуется лечение, это, там, несколько, там, сотен, там, может быть, до тысячи. А на самом деле, чаще всего это именно половые гормоны. У девочек это женский половой гормон, у мальчик мужской. Но у мальчиков большое значение до определенной степени влияет не основной мужской половой гормон тестостерон, а надпочечниковые андрогены. И в том случае определенных генетических аномалий, таких как дисфункция коры надпочечников, надпочечниковые андрогены как раз возрастают, и такие мальчики уже с детских лет, они крупные, они в начальных классах школы наравне с крупными девочками доминируют, и их хорошо видно в спортивном зале. То есть, родители расспрашивали, какого был роста мальчик или девочка, как их строили на физкультуре в школе. И выяснилось, что он всегда стоял впереди, тогда как все остальные мальчики были такими маленькими хлюпиками, что ли. Но дальше в подростковом возрасте был еще один скачок роста, и наконец, к 16, 17, 18 годам это большое ожирение, это вот бывают такие случаи, когда приходит мама вот с таким ребенком 16-летним, мама весит 55-60 килограмм, а ребенок 115-120 килограмм. Причем непонятно, на что же надеялись родители, обычно они говорят о том, что мы пробовали диеты, мы так и вроде как ограничивали в питании, и ходили к педиатрам, и ходили к урологам, и к андрологам, и все говорили, что ничего-ничего, все пройдет. Но вот наступил момент, когда они поняли, что уже это за рамки здравого смысла выходит, и такого ребенка приводят на консультацию к андрогенологу. К сожалению, и здесь они продолжают настаивать, подоградить им какую-то еще 135-ю диету. Стоит очень большого труда убедить, что в этой ситуации уже необходима медикаментозная терапия. Зачастую такие уже молодые люди, скажем, гипогонадисты, то есть на фоне такого массированного ожирения у них есть недоразвитие половой сферы, то есть такой микропенис маленького размера, значит, половые органы и уменьшиванные размеры яички. Это не значит, что так будет пожизненно, то есть грамотно подключенная терапия позволяет в течение нескольких месяцев, в течение года нормализовать как размеры половых органов, так и размеры яичка до нормы, чтобы они наконец начали работать самостоятельно, параллельно, естественно, со снижением веса. Что же касается сексологии, то у нас существует понятие, как трохантерный индекс, это показатель, который определяет, один из показателей, который определяет силу половой конституции, и он тоже непосредственно связан с ростом. Если сказать просто, чем меньше рост, тем выше половая конституция. Совершенно понятно, что тема эндокринологии и сексологии обширна, сегодня в нашей программе мы затронули только базовые моменты. Если эта тема для вас представляет интерес, пишите свои комментарии, в следующих передачах мы постараемся на них ответить. Напоминаю, что сегодня мы были в клинике нейроэндокринологии в гостях у доктора Бориса Юрьевича Слонимского, врача-эндокринолога. Борис Юрьевич, спасибо вам. Спасибо, что вы передачу провели в нашей клинике. Для нас это тоже большая честь, что такой специалист по сексологии счел возможным в этих стенах затронуть такую интересную тему. Спасибо. Спасибо, дорогие зрители, за внимание и до новых встреч. До свидания.